Коллеги, добрый день. Начну с важного решения, которое касается миллионов наших граждан. На прошлой неделе президент провел заседание Президиума Государственного Совета, на котором поручил принять целый пакет мер социальной поддержки. Как подчеркнул глава государства, рост благосостояния и качество жизни людей является ключевым неизменным приоритетом. Прежде всего, речь идет об индексации с 1 июня на 10% минимального размера оплаты труда, прожиточного минимума и страховых пенсий неработающих пенсионеров. Соответствующее постановление подписано. Для поддержки свыше 50 миллионов граждан в федеральном бюджете предусмотрели более 500 миллиардов рублей. Теперь неработающие пенсионеры в среднем ежемесячно станут получать свыше 19 тысяч рублей. Минимальный размер оплаты труда превысит 15 тысяч 200 рублей, что приведет к увеличению зарплаты более 4 миллионов работников. Повышенный прожиточный минимум, а вместе с ним станут больше ежемесячное пособие на ребенка в возрасте до 3 лет, а также выплаты пособий на детей от 3 до 17 лет из семей с низкими доходами и целый ряд других. Правительство продолжит оказывать всю необходимую помощь тем, кто в ней нуждается. По поручению президента, правительство совместно с региональными властями реализует масштабную программу модернизации первичного звена. Задача – привести наши больницы и поликлиники в достойное состояние, чтобы там было все необходимое для обследования и лечения пациентов. Причем так должно быть по всей стране, в каждом городе и населенном пункте, даже если речь идет о совсем небольших поселках. На эти цели выделим свыше 1 миллиарда рублей 23-м российским субъектам, что позволит закупить более 2 тысяч единиц медицинского оборудования для нашей первички, в том числе рентгеновские аппараты, УЗИ, электрокардиографы, другую технику, в зависимости от потребности региона. Также будут приобретены автомобили для медицинских организаций. Их наличие особенно важно для жителей удаленных территорий. Врачи и фельдшеры смогут выезжать на вызовы. Средства пойдут и на возведение более 20 новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий. Часть федерального финансирования поможет капитально отремонтировать две поликлиники в Рязанской и в Тамбовской областях, а в Иркутской построить детскую поликлинику. Все это востребовано гражданами, и мы вместе с российскими субъектами продолжим работать над решением задач, которые стоят перед нашим здравоохранением, чтобы повысить качество и доступность медицинской помощи по всей стране. Теперь о мерах по улучшению экологической ситуации в регионах. Правительство направило почти 9 миллиардов рублей на реализацию мероприятий федерального проекта «Чистый воздух» в текущем году. О необходимости держать эти вопросы на контроле и не ослаблять к ним внимание неоднократно говорил президент. Средства получат 10 российских субъектов. Эти ассигнования пойдут в том числе на реконструкцию котельных. И перевод частных домовладений с угольного или печного отопления на газовое, электрическое, либо комбинированное. И другие предусмотрены планами федерального проекта «Меры». Такой подход к решению экологических проблем поможет повысить качество жизни в регионах, создать более комфортные и безопасные условия для здоровья людей. Также по поручению президента правительство продолжает оказывать дополнительную поддержку нашим ученым, которые занимаются селекцией и семеноводством. Такие разработки крайне важны для успешного импортозамещения в агропромышленном комплексе, а также для повышения уровня продовольственной безопасности. На прошлой неделе в ходе оперативного совещания мы приняли решение о создании селекционного центра в Подмосковье для птицеводов. Подписано еще одно распоряжение правительства, которое нацелено на формирование условий для развития семеноводства. Будет создан научно-производственный центр. Его специалисты займутся фундаментальными и прикладными исследованиями по разработке новых видов сортов и гибридов сельскохозяйственных культур. В объединение войдут пять известных научных структур из разных регионов, в том числе Курчатовский институт из Москвы, Первомайская селекционно-опытная станция «Сахарные свеклы» из Краснодарского края, Северо-Кавказский и Ростовский федеральные научные центры, а также Крымский институт виноградовства и виноделия. В каждом из них есть своя школа, компетентные специалисты, оригинальные наработки. Поэтому объединяться в единые учреждения нет необходимости. Работа в рамках центра позволит им успешно взаимодействовать и ускорить за счет концентрации усилий процесс по созданию конкурентоспособных селекционных форм, а также новых технологий производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Головной структурой станет Курчатовский институт. Рассчитываем, что новый центр представит программу своей работы в самые короткие сроки и привлечет к этому процессу представителей нашего агропромышленного комплекса. Такое сотрудничество станет основой для появления более качественных новых линий растений с высокой урожайностью. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok